Быстрее и эффективнее администрация Сургутского района решила взять на себя снос ветхих и непригодных домов, а не заключать контракты с подрядчиками. Выполняет соответствующую работу муниципальное предприятие Сургутрайторф. Организация не только сносит деревянные, непригодные для жизни строения, но и убирает мусор с площадки. По сути, участок, на котором раньше стояло здание, оказывается полностью готовым для дальнейшей на нем деятельности. Заниматься самим сносом ветхих и приспособленных строений власти Сургутского района решили, чтобы работа выполнялась быстрее. К тому же они видят, сколько денег реально необходимо. И если дешевле эта работа не стала, у нее нет поводов и к тому, чтобы подорожать. Для сторонних организаций, недобросовестных подрядчиков и тому подобное, при заключении контракта, как можно быстрее потратить бюджетные средства, а потом с муниципалитетов требовать еще. Поэтому, ну, так как, скажем, мы говорим о том, что нецелевое использование и дополнительные неэффективные затраты бюджета поселения несли, соответственно, мы сейчас четко понимаем, какое количество денежных средств необходимо на сам процесс работы по сносу, и какие денежные средства необходимо затратить на саму утилизацию. Станислав Валов отметил, что полигоны, которые принимают отходы, как правило, выдают талоны, подтверждающие, что мусор действительно вывезен на специально предназначенный для этого участок. Подрядные организации, которые раньше занимались сносом и утилизацией мусора, могли эти документы не предоставлять. Это значит, что отходы, которые они вывозили, вероятно, могли оказаться где-то недалеко в лесу. А ликвидация несанкционированных свалок – новая статья бюджетных расходов. Всего в 2020-м в районе снесут несколько десятков старых зданий на редкие дома и балки из казны направили порядка 33 миллионов рублей. Уже убрали шесть бывших жилых домов, четыре в Барсово и два в Белом Гиру. Ликвидацию таких строений стараются осуществлять как можно быстрее, несмотря на то, что входы в объекты ограничивают. Само по себе строение опасно только лишь в том, что туда могут проникнуть посторонние лица, лица без определенного места жительства, дети, которым все интересно и тому подобное. Поэтому мы стараемся ограничивать этот доступ. И, соответственно, чем быстрее мы снесем, тем меньше риск попадания туда сторонних лиц, которые бы могли повлечь какой-либо пожар, либо какое-то чрезвычайное происшествие. Ну и, соответственно, конечно, чтобы наши детки не страдали.